К другим новостям. Работать, засучив рукава и не срывать сроки. О перспективах застройки микрорайона Богданка зашла речь на совещании, которое провел председатель правительства Иван Маторин. Уже в январе необходимо подготовить несколько окончательных проектов. Премьер потребовал не допустить их пробуксовки. Подробности в следующем сюжете. Новые задачи, новые сроки. Наступило время принимать конкретные решения. В будущем микрорайон Богданка должен стать центром притяжения, в том числе и для инвесторов. Учитывая такой потенциал, необходимо реализовывать первостепенные планы. Партнером при застройке этой территории станет ипотечная корпорация. Предварительный переговор привели. Действительно, изначально рассматривали вариант Богданка. Но Богданка сегодня и так занимается двумя объектами для любого строительства. Третий объект, который уже будет и желание не потянут. Поэтому мы рассмотрели вариант по ипотечной корпорации. В принципе, договоренности есть, понимание есть. Все вопросы рабочие отрабатываем. В ближайшее время должен быть достроен самый проблемный объект – семиэтажный дом по улице Фучика. Завершить начатое предлагают партнерам. Городские власти планируют включить долгострой в проект комплексной застройки. И только потом отправить его на аукцион. Но возможно, что на этой стадии муниципалитет столкнется с интересами конкурсного управляющего. Опять себя может неадекватно повезти в конкурсный управляющий. И в суд выйти, по сетям разбираться. И обременение наложить через суд. Попытаться, по крайней мере, это сделать. И второе, наверное, могут возникнуть жалобы. Жалобы в момент, когда мы объявим муксон с обременением достройки. Уже этой зимой необходимо сверстать программу сноса ветхого и аварийного жилья. И только пользуясь этим инструментом, расселить людей в новые квартиры. Республика планирует получить средства извне. Вся надежда на федеральный фонд. Никаких сбоев быть не должно, отметил премьер-министр. Сегодня мы заявились, и, по крайней мере, гарантийные письма были отправлены, впереди, чем мы попали, о новой программе, которая должна стартовать, по идее, в 2013 году. В январе-феврале мы должны принять, будем, программу свою. Чтобы принять, вы, я так понимаю, ее уже должны были сверстать все внутри ведомства. Вот я поэтому и спрашиваю, сверстно? Сверстно? Тут прошу тогда для сведений направить и участникам, соответственно, и в кабинет министра. В ближайшей перспективе развития Богданки – строительство транспортной развязки. Объект, который отложить на потом, невозможно. Его стоимость с мостом и со съездами составляет около двух миллиардов рублей. Сэкономить вряд ли удастся, отмечают в Мининтрансе. Принцип развязки двух уровней – это не только мост, условно говоря, на одной отметке, но это и уклоны, это необходимое то, что нужно по безопасности, осторожнее движение, по воду от воду, по всему делам, по всем делам, извините. И, соответственно, этот протяженный участок, он довольно-таки приличный по длине. Естественно, он затрагивает вот эти вот несколько домов, которые по обе стороны расположены и которые подлежат в этом плане. У дома мы на перспективу, мы уже договорились, будем включать программу, будем сносить, это как бы расчищать площадку для дальнейшего потом решения транспортного. Какую-то часть суммы на строительство трассы планируют получить из тех инвестиций, что выделяются региону в рамках праздничных мероприятий. Без новой развязки застраивать микрорайон будет сложно. Очередной доклад о реализации этих планов сделает рабочая группа. Создать ее предложили на совещании. Елена Гальперина, Дмитрий Ковалев, Андрей Спиридонов, Республика. Продолжение следует...